Мне сейчас сказали, что мы рекламой занимаемся. Мы рекламой не занимаемся. Единственное, что я вам показываю, где вы себе можете взять что-то и в разы дешевле, чем в других местах. И поэтому мы пришли сюда, в электросилу. Куда-куда? Улица вокзальная, знаете, где начинается? Ну, туда мы и приехали. То есть мы начинаем все дело отсюда, а уже потом переедем на Комсомольскую 17. По одной простой причине. Вы же хотели, чтобы ваше электричество стоило дешево. Так вот оно и будет стоить так же. В смысле, не обваливающим ваш бюджет. А то как-то странно происходит, что в Магнитогорске строительство это капец какой-то по цене. Круче Москвы, если что. Ни в коем случае ничего не буду говорить про ЭСПО. Очень хорошее место, в действительности. Потому что я туда зашел, я там купил конденсатор. Никакого другого места я конденсатора без него купить не смог. Но когда я туда зашел, я посмотрел, что люди покупают. Люди покупают батареечки там всякие, штучки. Я не против того, чем вы занимаетесь. Но почему вы это не можете делать здесь? Теперь будем говорить по тех, кто не умеет паять ни транзисторы, ни конденсаторы. Вот я это делать не умею. Вот Родион, который держит камеру, это делать не умею. Понимаете? Ну, хотя в общем-то одно и то же специально закончили, но для меня бы было немножко сложно. Я в свое время клавиатуру паял на симптоме, а он дальше там. Вот о чем мы сейчас будем говорить. Но вы об этом даже не знаете, поверьте мне. 90% людей не знают, что это внутри. То есть 90% людей хотят, ну максимум, что у них возникнет, так это то, что они хотели бы взять себе паяльник. Вот. Все паяльники по весьма дешевой цене. Естественно. Мы только говорим про дешевую цену. К слову, о паяльниках, о лове, к слову, о припоях. То же самое. Берете вообще супер. Ледовские прожекторы. То же самое. Я не буду говорить про цену. Вы про эту цену сами узнаете. Когда придете сюда. На улицу Вокзальную, либо на Капсомольскую, 17. То есть здесь ценники-то ниже. Да вы зайдите и посмотрите. Вы зайдите и посмотрите. И все, скажите. Потому что я для вас работаю. Скажите, пожалуйста, вот для чего вы сюда пришли? То есть, ну, можно же было где-то найти в другом месте, наверное, какие-то другие цены. Почему здесь? Удобнее, потому что я недалеко здесь живу. Удобнее. А цены как у нас здесь? Ну, приемлемые. Будем говорить, что, в принципе, место с абсолютно недорогими ценами, которые могут себе позволить любой человек. Да. Ну, вот как-то так. Да, таких людей здесь много. И это только часть настоящего вашего удовольствия от некосмических цен на всю электротехнику. Потому что это электросила. Электра, примочки, да и то, что доктор прописал, тоже здесь есть. Я не буду говорить о кабелях. Это просто супер. Любой кабель. Тот, который уже никто не покупает. Вот и тот, кто покупает сейчас. Покорить, пожалуйста, не успокойся. Теперь мы по-другому. Мы же все-таки растем и на пороге второе десятилетие 21 века. Во втором десятилетии 21 века люди какие себе светильники смотрят. Естественно, ледовские. Естественно, ледовские технологии. Вот. Все подряд. Ставьте. Никаких проблем нет. Кроме всего, я уже кое-что увидел, что я рано или поздно себе куплю. Маленькие светодиоды, лампочки. Старые выкручиваете и эти вставляете. Это потому, что у меня дома такой есть. Граниту, туалет, естественно. Уже тени светят. Хотелось бы, чтобы новое светило. Все остальное вот, 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 вот. И по сути событий. Если мы говорим о смысле вашей жизни, который заключается в том, что немножко денег сэкономить, мы вам говорим, приходите сюда, если вы еще и большой покупатель, договариваетесь и всегда получите изумительную скидку. Ну а в чем проблема-то? Так работает Китай. Да и мы в том же смысле. Китай Алиэкспрессом забил все наши странные торговые центры. И электросила это сделать может. В том плане, что если постоянно что-то покупать, весьма-весьма приятные подарки получаются. Вот я про что и говорю. Лучше постоянно покупать, правильно? Да, плюс ко всему прочему, цены здесь достаточно низкие. Я о том же говорю, я говорю людям, ребятки, я вам демонстрирую. Вы сами можете бегать везде и все это посмотреть? Ассортимент, я с этим магазином работаю уже, наверное, года два. Ассортимент, ну, чуть ли не ежедневно растет. Почему нет? Там несколько дней что-то новое обязательно появляется. Весьма интересные вещи есть. Здесь есть такие вещи, которых в других подобных магазинах просто нет. То есть есть какие-то эксклюзивные вещи. Пусть и не дорогие, но весьма удобные, хорошие. Мне нравится этот магазин. Да не сидят они на месте, потому что сидя на одной детали вы будете ковыряться, думая, что вашу деталь рано или поздно купят. В деле это прогресс. Постоянно добавлять новинки, а в некотором смысле составлять достойную конкуренцию не только типа одноклассникам, но и большим, типа дешевым торговым центром. Те самые лапочки, те самые батареечки. В другом месте их не было, поэтому приезжайте за батареечками сюда на Комсомольскую 17. Вот, все-все-все-все-все-все батареечки есть, кроме всего прочего. Ну да ладно, чтобы было понятно, да? Вы когда подключаете интернет, человек вам предлагает подключить телевидение. Потом иногда такое случается, что вы отказались от этого человека, да? Что приходит человек, он выдергивает шнурочек. Вот они, делители, делители. Пользуйтесь тем же самым телевидением. Маленькая хохма, но для вас. Все остальное. Но почему вас здесь нет? Я не понимаю. Давайте сюда приходите. Я не против эспектов. Там берите фаназистов и все остальное. За аккумулятором приходите сюда. Или красиво. На Комсомольскую 17. И вот о чем мы сейчас будем говорить. Мы вам показали сначала батареечки. Ну вот батареечка прямо за спиной радиона находится. За моей спиной скруточки. То есть я так же, как и вы, занимался своими ремонтами. Неоднократно, естественно. Первоначально все это дело мы закручивали. И потом изоленты, и все остальное. Но сегодня сейчас не надо это делать. Есть замечательный скрутитель для различных типов поводов. Вот они здесь сети. Никаких проблем нет. С другой стороны, есть выключатели. Причем такие мощнецкие. Реально мощнецкие выключатели. Лампы накаливания. Светодиодные лампы. Про них мы говорили. Ртутные лампы, естественно. Маленькие лампочки. Кстати, здесь есть лампочки и для автомобилей в том числе. Клево. Вот. Когда вы занимаетесь ремонтом, вам необходимо просверлить, пробурить. Вот, пожалуйста. Это все есть здесь. Это все есть в одном месте. Дальше. Если у вас светодиодные лампы, то есть блоки питания все разные. Хотите круто? Теперь это с песней. Дальше. Примочки. Те же самые. Обыкновенные большие лампы. Все что угодно. Чего здесь нету, здесь нету дивных цен. По одной простой причине, здесь люди работают для себя. И для вас в том числе. И почему это хорошо? Если цены небольшие, вы приходите и неоднократно сюда получаете дискаунт, презенты и все остальное. Ну чем это лежит для вас, господа мои? Ну как-то так. Все-все-все в одном месте. Ходить, по сути, никуда не надо. К слову, о тех, кто привлекает конкурентов. Где-то рядышком, не буду говорить. Ну отсюда до него тысяча километров, не больше. Комсомольская 17 и другое место. Я специально решил постырировать. Друзья, он показывает сколько. Вау. 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 С этой стороны у нас все, что нужно для вашего дома. Любые выключатели разного цвета. Хотите, чтобы это было серебро? И серебро есть. Хотите, чтобы это было золото? И золото есть. Хотите, чтобы это было под дерево? И дерево есть. Хотите, просто белый цвет и белый цвет есть. Ох, как красиво. Я же начал кашлять немножко. Представляете? То же самое. То же самое. Подходим сюда. Вот они. Вот они замечательные провода. Все есть в наличии. Представляете? Я в другое место заходил бы. Хотел бы что-то найти. Не получалось. Ну, нет такого. А здесь все есть. Я посмотрю. Раз. Все. 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 И цена-то. И цена-то хорошо. Цена хороша и для вас, естественно. Куда идем? В нашу любимую электросилу. На Комсомольской, 17. Почему вот на нас с вами конкретно деньги люди зарабатывают? Давайте все-таки определимся. До чего мы живем? Я вам объясню. На тот свет вы свои бабки не принесете. Сто процентов. Вы пришли к Галышову. Вы к Галышову уйдете. Причем, когда вас родили, вы еще были таким маленьким, хорошеньким саппликатором. Я люблю этих детей. Поверьте мне. А когда уходите, и не каждый уйдет, и все уходят, как правило, ну, стариками, естественно, если чем вы до этого доживете. На тот свет деньги вы не принесете. Надо длинить все. Да, вы немножко зарабатываете. Но если вы будете правильно делиться, тогда люди к вам пойдут. Продолжение следует...